Этот регион в 7 раз превосходит Европу по площади, простираясь на два океана. 14 тысяч километров, большая часть которых покрыта тёплыми плодами. Здесь расцветают уникальные экосистемы, населённые необычайными животными. Это Юго-Восточная Азия. Она может похвастаться большим разнообразием смертельно опасных наземных и подводных существ, чем любое другое место на Земле. Некоторые из них нам знакомы, каких-то можно увидеть лишь изредка. Все они имеют хитроумные тактики, рвоты и самозащиты. Погрузитесь в сумрак джунглей, разнотравье лугов, и подводное царство коралловых рифов. И вы встретитесь лицом к лицу с самыми опасными из животных Юго-Восточной Азии. Самые опасные животные – Юго-Восточная Азия. Два крупнейших водоёма Земли, Тихий и Индийские океаны, заключают между собой то, что мы называем Юго-Восточной Азией. Он простирается от Юго-Восточной Азии до Австралии, захватывая Индонезию. Это мир контрастов, сочетающий в себе самые разные ландшафты и культуры. джунгли и пастбища, вулканические хребты и знойные пляжи. Один подотряд животных освоил все эти места. Эти животные – охотники, владеющие удивительным разнообразием вооружений и стратегий. Змеи. Они незаметно нападают сверху. Они вольготно чувствуют себя в лесах и на плантациях вблизи человеческого жилья. Мы сталкиваемся с ними чаще, чем нам хотелось бы. Застегнутые врасплох, змеи часто предпочитают схватку в векстве. Это белогубая куфия. Обычно она скользит по земле. Но ее часто можно заметить на деревьях. Она обхватывает ветви при помощи подвижного хвоста. Чешуя помогает ей скрываться в листве. Она встречается повсюду в Юго-Восточной Азии. Около половины всех ядовитых укусов на островах Индонезии принадлежат именно этому виду змей. Люди от них погибают редко. Но птицы, маленькие лягушки и грызуны страдают куда сильнее. Скрывшись в зелени, куфи используют для охоты целый арсенал средств. Во-первых, это ее язык, который выполняет функции органа обоняния, помогая выслеживать добычу. Вытягивая его, куфи ловит в воздухе молекулы пахучих веществ. Раздвоенные кончики языка доставляют эти молекулы в орган Якобсона, расположенный на небе. Этот орган сообщает мозгу информацию о том, что запах исходит от потенциальной жертвы. Почувствовав запах жертвы, хищник, привыкший к охоте из засады, выбирает место и принимается ждать. Вися без движения, свернувшись в спираль характерной формы, полностью готовой к нападению. Когда добыча приближается, куфи пускает в ход свое секретное оснащение – ямки. Органы чувств в форме ямок имеют мембраны, улавливающие тепло, исходящее от теплокромной добычи. Змея обрабатывает эту информацию той же частью, которой обрабатывает и зрительный сигнал. В результате получается термоизображение, наложенное на обычное зрительное. Благодаря этому змея может атаковать цель с потрясающей точностью. Ядовитые зубы подвижно закреплены на верхней челюсти и могут отходить от нее, подобно контактам выключателя. Они глубоко вонзаются в тело мыши, впрыскивая яд – гемотоксин моментального действия. Разрушающий сосуды и вызывающий сильное внутреннее кровотечение. Как только яд подействовал, Куфи использует ядовитые зубы, чтобы вкинуть жертву в пасть. Сначала голову, затем все остальное. Возможно, эта змея кусает людей чаще, чем кого-либо в своем ареале обитания. Но звание самой опасной змеи принадлежит другому виду. Малайскому щитоморднику. Это ночной хищник, менее метра в длину. Однако среди змей такого размера он обладатель одних из самых длинных ядовитых зубов. Он обитает в пышных тропических лесах и бамбуковых зарослях на большей части территории Юго-Восточной Азии. От Вьетнама до Ява. Он также часто встречается на заросших пастбищах, каучуковых плантациях и рисовых полях, где полно добычи и людей. В отличие от Куфи, эта змея ползает только по земле. В светлое время суток щитомордник прячется в опавшей листве или низкой траве, неделями балансируя при помощи кончика хвоста. Самое опасное для человека – случайно наступить на него. Будучи потревоженным, он не надувает капюшон, как кобра, и не трясет хвостом, как гремучая змея. Он атакует без предупреждения. Есть профессия представителей, которые особенно уязвимы для малайского щитомордника – сборщики каучука. Они обычно выходят на промысел ночью, тогда же, когда на него отправляется змея, выискивая добычу ямками, термолокаторами. Эти ямки настолько чувствительны, что могут обнаружить добычу, которая теплее окружающего воздуха всего лишь на несколько тысячных градусов. Молниеносные рефлексы придают атаке стремительность. Ямки – точность. А ядовитые зубы делают ее смертоносной. Эти зубы достигают двух сантиметров в длину и несут в себе один из сильнейших ядов в мире. Гемолитические токсины разрушают кровеносную систему и убивают ткани. Яд растворяет добычу изнутри, позволяя змее заглатывать ее целиком и переваривать в течение многих дней. Укус щитомордника может быть смертельным для человека. Шансы выжить зависят от силы укуса, силы жертвы и доступности медицинской помощи. Малайский щитомордник поражает жертву своими огромными ядовитыми зубами. Но есть змея, которая может делать это, вовсе не дотрагиваясь до нее. Южно-Индонезийская плюющаяся кобра имеет сильный яд и может выстреливать его наподобие снайпера. В соответствии с названием она встречается только в юго-западной части Индонезии от Явы до Аллора. Однако в этом небольшом ареале полутораметровый хищник населяет разнообразные места обитания. Фермы, поля и городские территории. Там, где живет человек, создаются благоприятные условия для грызунов любимой добычи кобры. Подобно другим ядовитым змеям, это впрыскивает яд в жертву посредством пустотелых зубов. Но она может делать это несколько раз подряд. Яд, нейротоксин, блокирует сообщение между нервной системой и мышцами жертвы, обездвиживая грызуна. Действие яда затрагивает и мускулатуру легких. Смерть наступает в считанные минуты. Яд – основное оружие этого вида кобры. Но, кроме того, это и ее основное средство защиты. Первое, что делает кобра, оказавшись перед лицом опасности, пытается устрашить противника. Она принимает угрожающую стойку, стараясь казаться больше, чем она есть на самом деле. Раздвигая ребра и расправляя кожу за головой, она демонстрирует свой капюшон, который отличает кобра. Если это не помогает, она переходит к нападению, используя для этого изощренный прием – удар с воздуха. Она выстреливает яд на расстояние до двух метров. Для этого змея сокращает мышцы над ядовитой железой, выталкивая яд через проток в полости зубов, из которых он выстреливается подобно струе из водяного пистолета. Он не действует на кожу. Мишень кобры – глаза. Кобра плюет в них с невероятной меткостью. Одного плевка достаточно, чтобы мгновенно причинить жертве сильную боль. Яд раздражает роговицу и вызывает воспаление защитной мембраны глаза, которая причиняет жгучую боль и при отсутствии лечения может привести к слепоте. В джунглях и травяных зарослях Юго-Восточной Азии живет множество различных ядовитых змей. Они вооружены длинными ядовитыми зубами, стремительностью движений и смертельными ядами. Но есть и змея, которая охотится без яда. Это самая длинная змея в мире – сетчатый питон. Он может вырастать до 10 метров в длину и весить свыше 140 килограммов, как два взрослых мужчины. Эта колоссальная змея не пользуется ядом, чтобы убивать свою жертву. Ее оружие – грубая сила. 10 тысяч мощных мышц сдавливают жертву, причиняя смерть. Ареал обитания сетчатого питона простирается от Индии до Индонезии. В этом регионе много жарких, влажных, тропических лесов, рек и темных пещер. Эти места дают укрытие массивному телу питона, когда он ожидает добычу в засаде. Сетчатый узор на его теле помогает ему сливаться с окружением. Зрачки эллиптической формы, подобные кошачьим, способны широко открываться, пропуская весь след. Это позволяет питону лучше видеть ночью. Термочувствительные ямки реагируют на тепло, проходящее мимо добычи. Химические рецепторы на языке улавливают запахи в воздухе. все эти приспособления ведут питона к цели. Мощные челюсти захлопываются, сжимая жертву. 80 острых, загнутых назад зубов врезаются в ее тело, не давая вырваться. Затем змея обвивается вокруг жертвы, сдавливая с неумолимой силой все части ее тела, останавливая токи крови и воздуха и причиняя смерть от удушья. Как и большинство змей, питоны заглатывают добычу целиком, используя уникальную конструкцию нижней челюсти, которая отделена спереди. Эта особенность позволяет змеи раскрывать пасть больше, чем на высоту черепа и заглатывать добычу, которая больше ее самой. Эластичная кожа растягивается, обеспечивая пространство крупной добычи, в то время как челюсти захватывают и накрывают ее. Сетчатый питон может переваривать пищу в течение недели и обходиться без пищи целый год. Однако питон не единственный рекордсмен по размерам. Вместе с самой крупной в мире змеей в Юго-Восточной Азии обитает самая большая в мире ящерица. Это настоящий дракон Камоцкий варан. Эти огромные ящерицы живут на нескольких маленьких островах в Юго-Восточной Индонезии. Но там, где они обитают, они занимают господствующее положение. Имея 3 метра длины и 130 килограммов веса, Камоцкий варан превосходит человека по размеру. При этом они способны перемещаться с удивительной быстротой до 18 километров в час. Однако бараны редко преследуют добычу. Они предпочитают дождаться, пока та подойдет слишком близко и бросится на нее. Каждая из его неуклюже расставленных ног снабжена пятью острыми когтями, которыми баран хватает и удерживает пищу. Во рту находится 60 острых зазубренных зубов, созданных не жевать, а разрезать и разрывать мясо. Куски, которые при этом получаются, вараны заглатывают целиком. Кости, копыта, когти, все что угодно. Как и у акулы, у варанов новые зубы появляются за старыми. Однако вараны примечательны не только тем, как они едят добычу, сколько тем, как они ее ловят. Свисающая слюна у варана вовсе не для красоты. Это тоже оружие из его смертоносного арсенала. Зловонная слюна содержит около 50 видов бактерий, 7 из которых способны вызвать опасное заражение крови. Одного укуса достаточно, чтобы ядовитая слюна попала в кровь. Раненое животное уходит и умирает от инфекции через несколько часов. Чтобы разыскать добычу после этого, варан использует последнее из своих приспособлений превосходное чувство обоняния. рецепторы на его длинном раздвоенном языке способны улавливать запах гниющего мяса на расстоянии почти в 11 километров. Однако раздающаяся зловония привлекает и других варанов. Обойти конкурентов комодскому варану помогает его прожорливость, ведь он способен съесть 2,5 килограмма мяса за одну минуту. Излишки жира варан хранит в длинном хвосте. Благодаря этим запасам он может обходиться без пищи более месяца. Комодский варан безусловный победитель в борьбе за первое место в пищевой цепи среди хищников. Гигантские змеи и ящерицы представляют ясную и очевидную опасность. Однако места обитания животных оснащенных совершенным оружием не ограничены суши. Сапфировые воды морей Юго-Восточной Азии скрывают свое ужасающее разнообразие смертельно опасных существ. В их числе смертоносные водоплавающие змеи. змеи. Сапфировые джинс виду Covered морского крайта. Это одно из самых могущественных существ региона. Его яд сильнее яда большинства видов кобр. У этих змей общий предок. Но морские крайты не столь агрессивны по отношению к людям. Плывущий морской крайт почти всегда сумеет избежать столкновения. Эта змея обычно предпочитает сэкономить яд для охоты. Она обшаривает рифы в поисках добычи. Ареал ее обитания простирается от Бенгальского залива до Тихого океана через Южно-Китайское море. Эта змея может жить и на суше, и на море. И она прекрасно приспособлена к жизни в воде. Ее правое легкое занимает почти всю длину тела. Это позволяет змее погружаться на глубину до 10 метров и находиться под водой более получаса, охотясь на рыб и угрей. Движения ее уплощенного веслообразного хвоста толкают ее вперед, чтобы нанести удар. Маленькие ядовитые зубы не впрыскивают большого количества яда. Вместо этого морской крайт должен вцепиться в угря так, чтобы тот не мог вырваться. Нейротоксины выключают нервную систему жертвы и обездвиживают ее. В то время как миотоксины соединяются с мышечными волокнами, разрушая их. Угарь погибает от удушья. Однако, хотя морской крайт охотится на угрей, иногда угарь побеждает в схватке. В дневное время она прячется в рифах и выходит на охоту после наступления темноты. Это мурена. Она использует свои острые зубы и мощные челюсти, чтобы захватывать и убивать добычу. Даже на отдыхе она выглядит агрессивной. Но эта зияющая пасть сейчас нужна мурене, чтобы дышать. Она получает кислород из воды, поэтому ей нужно все время открывать и закрывать рот. В морях Азиатско-Тихоокеанского региона живет около ста различных видов мурен. Размеры некоторых из них не превышают 30 сантиметров, в то время как иные достигают 3,5 метров в длину. У всех есть гибкий позвоночник, позволяющий им маневрировать в тесных пространствах. Эти трещины для мурены одновременно убежище и место поиска добычи. Как и многие другие обитатели океанов, мурены часто едят по ночам. Разные угри используют разные органы чувств для того, чтобы ловить разные виды добычи. Те, кто едят рыбу, пользуются главным образом зрением. Однако муренам, которые охотятся на ракообразных с маскирующей окраской, приходится полагаться на остроту своего обоняния. На голове мурены находятся по две ноздри с каждой стороны. Ноздри расположены далеко друг от друга, чтобы между ними поместился большой обонятельный орган. Вода проходит через ноздри над этим органом, благодаря чему мурена способна чувствовать запахи при невероятно низких концентрациях веществ. Мурена должна противопоставить свои возможности боевым качествам добычи, которые могут включать скорость, маскировку, наличие когтей и шипов. Используя мощь своих мышц и фактор внезапности, мурена наносит удар-укус. 500 микросекунд. Быстрее, чем мгновение ока. И это на самом деле не один, а два окуса. Второй совершается дополнительной парой челюстей в горле мурены. Когда мурена впивается в этого кальмара, вторая пара челюстей появляется, чтобы захватить пищу. Двойные укусы десятки острых зубов не дают жертве уйти. В большинстве случаев. Рыба-фугу уходит от атаки мурены, накачивая через рот воду в свой желудок, раздуваясь как мячик и становясь слишком большой, чтобы мурена могла ее заглотить. В этот раз рыбе-фугу удалось одержать вверх. Укус мурены не единственный пример молниеносной атаки морской стихии. Перед вами одно из самых ужасных вооружений, которые могут иметь живые существа. Дьявольский кнут. Острый зазубренный шип. Наносящий рваные, отравленные и иногда смертельные раны. Обладатель этого смертоносного оборонительного оружия в остальном благоразумное и деликатное создание скат-хвостокол. В теплых прибрежных водах Юго-Восточной Азии водится много его разновидностей. Они часто встречаются там, где глубина не достигает и метра. Всего в шаге от берега, там, где люди рыбачат или купаются. Охотясь, скаты прочёсывают океанское дно, подбирая крабов, креветок и съедобных моллюсков. Здесь их легко заметить и избежать. Однако большую часть времени они прячутся. Угливость скатов делает их опасными для людей. Всего несколько ударов крылоподобных плавников, и скат зарывается в песок, так что его почти не видно хищникам. Но если случайно наступить на ската, срабатывает его оборонительное оружие. Скат выгибает дугой хвост, совсем как скорпион, и вводит острый, как бритва, зазубренный шип глубоко в тело любого потенциального противника. Шип пропитан ядом, который попадает прямо в рану. Яд немедленно вызывает агонию. В тяжёлых случаях токсичные энзимы разрушают ткани кожи и мышц. Когда они достигают мозга, то блокируют передачу нервных импульсов жизненно важным органам, вызывая перебои сердца и затруднённое дыхание. Извлечение шипа приводит к большим разрывам и разрушениям в теле жертвы. Угрожающие жизни удары ската редкость. Однако они могут иметь место, когда пловец проплывает прямо над скатом, подставив под удар лёгкие сердца. Всего ската хвостокола убили 17 человек по всему миру, причинив неописуемые страдания и боль. Скат хвостокол может маскировать себя и своё ядовитое оружие. Но вот рыба, столь же ядовитая, сколь и скат, напротив, хвастается своим смертельным оружием. Ярко окрашенные шипы распушены, подобно львиной гриве, отчего и рыба это называется морским львом. Это опасное зрелище. Каждый шип морского льва наполнен ядом. Так устроены все рыбы, входящие в большое семейство морских ершей. Морские львы среди них самые яркие и одни из самых ядовитых. Морской лев охотится, выхватывая добычу из стаи. Он растопыривает плавники и шипы, как бы обнажая оружие, тем самым дезориентируя жертву и загоняет её в тупик. Затем он заглатывает её целиком. Морской лев не пускает вход шипы на охоте. Они ему нужны для самозащиты от хищников. Таких, как акулы. Или кто угодно, кто посмеет вторгнуться на его территорию. Иногда, когда морской лев хвастается своим богатством, вторгшийся противник не понимает опасности. Отравленные шипы наполняют жертву сложным коктейлем ядов. Яды-нейромедиаторы вызывают болезненные судороги. В тяжёлых случаях происходит резкое падение кровяного давления, гипервентиляции и нарушение ритма работы сердца. Среда активного обитания морских львов – коралловое мелководье. Здесь они часто встречаются с человеком. Шипы морских львов и их собратьев из семейства рыб-скорпионов жалят от 40 до 50 тысяч людей каждый год. Эти виды, обитающие у коралловых рифов, защищаются от хищников при помощи сложных ядов и хитроумных средств их применения. Однако некоторые из животных Юго-Восточной Азии могут представлять и совсем неожиданную опасность. В то время, как медузы снискали прочную, устрашающую славу, лишь немногие птицы способны внушать страх. Однако в Юго-Восточной Азии есть птица, которая вооружена и опасна. Это казуар. Его рост равен росту взрослого человека почти 2 метра. Он может весить 60 килограммов. Казуар не может летать. Может бежать со скоростью свыше 50 километров в час. Опасность представляют его когти. Они похожи на кинжалы 13 сантиметров длиной. Одним ударом казуар может разорвать плоть противника и переломать ему кости. Но казуар не хищник. Он лакомится грибами и мелкими рептилиями, но основу его рациона составляют плоды. Угрозу для людей казуар представляет тогда, когда люди недооценивают силу и темперамент этого животного. Казуар обитает в Австралии и Новой Гвинеи. Развитие туризма и цивилизации приводит к тому, что вглубь этих территорий проникает все больше людей. Они кормят птиц, и те привыкают к человеку, перестают его бояться. Сообщается о 150 случаях нападения казуаров на людей. В 70% из них птица преследовала и атаковала человека, иногда защищая потомство, иногда вымогая пищу. Смертельные случаи редки. В Австралии зафиксирован лишь один случай гибели человека в результате нападения казуара. Сами птицы пострадали куда больше. Потери мест обитания и столкновения с автомобилями имели плачевные последствия. Здесь переходит дорогу казуары. Пожалуйста, сбавьте скорость. В Австралии, где поголовье казуаров когда-то исчислялось многими тысячами, их теперь лишь около 1200. Невидимая угроза под водой. Внезапные нападения на суше. Это лишь два смертельно опасных сюрприза Юго-Восточной Азии. Но если сравнить силу и шумность и способность вызывать одновременно восхищение и ужас, одно животное превосходит всех остальных. Суматранский тигр меня бросило на землю. Затем я почувствовал адскую боль в моей руке. Было много крови. Суматранский тигр наименее крупный из трех подвидов тигра. Он мельче бенгальского, обитающего в Индии, и Амурского из России. Суматранский тигр достигает двух метров в длину и весит до 120 килограммов. Небольшие размеры помогают тигру быстро перемещаться в густых зарослях своего родного острова Индонезийской Суматры. 480 тысяч квадратных километров этого острова представляют собой идеальное место обитания для этого хищника на суше и в воде. Ему доступна любая добыча. Олени, другие млекопитающие и даже птицы. Но и сам он является объектом охоты со стороны людей. Когда-то на этом острове бродили тысячи тигров. Сейчас в дикой природе их осталось лишь около 250, и люди быстрее, чем когда бы то ни было, вторгаются в места обитания суматранского тигра. Незаконная вырубка деревьев уничтожила более 80% среды обитания суматранского тигра и вытеснила большую часть его потенциальной добычи. Иногда это заставляет тигров нападать на людей. За последние 30 лет жертвами суматранского тигра пали по меньшей мере 150 человек. Этот факт не понаслышке известен фермеру по имени Херманто. Херманто разводит скот у кромки джунглей из конного места обитания тигра. В то воскресное утро в 8 часов я только начал косить траву, чтобы кормить скот. В это утро за ним кто-то следил. Густые заросли, окружающие маленький пятачок открытого пространства идеальное место для охоты тигра. Полоски на шерсти у суматранского тигра уже, чем у других тигров. Они позволяют этой гигантской кошке буквально растворяться в длинной тонкой траве. Здесь он беззвучно и терпеливо ждет, пока добыча подойдет достаточно близко. Выбрав добычу, тигр подбирается к ней сзади, оставаясь незамеченным. Херманто и не подозревал, что стал объектом охоты. Тело кошки создано именно для этого. Чрезвычайно гибкий позвоночник изгибается подобно луку, когда массивные мышцы ног вкладывают всю свою мощь в один внезапный рывок. Я работал серпом, и вдруг я оказался на земле. Я был сбит с ног. Кто-то укусил меня сзади. Херманто едва успел увидеть того, кто на него напал. Это было что-то желтое с полосками и большое метра полтора в длину. Атакуя, тигры метят в горло, чтобы вонзить в него 7,5 сантиметровые клыки и сжать их 450 килограммами челюстной силы. Это укус, который должен вызвать мгновенную смерть. Когда тигр падает на шею жертвы, он может разорвать позвоночник, пронзить артерию или переломить трахею, моментально вызвав удушье. Но Херманто повезло. Тигр промахнулся и схватил его не за горло, а за плечо. Я почувствовал боль. Я понял, что моя рука сломана и разорвана в клочья. Его собака стала неистовылая. Хотя она и была в четверо меньше тигра, она спугнула его и погналась за ним. Вероятно, именно она и спасла жизнь своему хозяину. Херманто получил тяжелые ранения, у него было прокушено плечо и сломана рука. Было много крови. Я увидел, что моя рука была вся переломана. Я попробовал пошевелить ее, но она слишком сильно болела. Моя рука была разорвана. К счастью, Херманто, который еле ковылял домой, встретил его брат. Херманто провел две недели в больнице, залечивая раны. А вернуться к работе смог только через год. Он так и продолжает жить на территории тигров. Сейчас я совершенно не боюсь. Специалисты по охране природы работают над тем, как защитить людей и сохранить среду обитания тигров. Более разумное землепользование и более действенная борьба с незаконной вырубкой лесов и браконьерством могут уменьшить число жертв с обеих сторон. Так что суматранский тигр останется царем джунглей. Они воплощают в себе величие и мощь природы в сочетании с широчайшим спектром навыков выживания и самозащиты. Это самые опасные животные Юго-Восточной Азии. Программа озвучена студией Арк ТВ. Текст читал Петр Табелевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин